Здравствуйте, моя фамилия Данилов, зовут Сергей Александрович. Я член рабочей группы, созданной постановлением Президиума Верховного Совета ДНР 24 октября 2014 года. Группа занимается вопросами поиска способов, методик, инструментов, выхода из сложившейся критической ситуации, которая есть сейчас. Поэтому работаем мы с 27 числа, уже несколько месяцев. Работа еще была до того, как было постановление, официально была создана такая рабочая группа. Почему рабочая группа была создана, для чего? Мы все с вами знаем, что существуют некие угрозы, если хотите, и глобального, геополитического масштаба, и угрозы внутренние, здесь и внешние. Наша группа какие видят угрозы современные для ДНР? Во-первых, усиление управленческого кризиса, который идет на всех уровнях, начиная от потери управления на глобальном уровне, вы знаете, сейчас идет переформатирование. Старая система, которая была основана на старых принципах, основой которой был основной инструмент, это финансовая система мировая. Она идет к своему упадку, и вот на смену ей должна прийти новая система управленческая, которая скажет, а как же дальше мы будем развиваться, в каком направлении нам идти, какие цели человечество может перед собой поставить, и какие задачи в связи с этим будут возникать, и как эти задачи нам выполнить. Вот этими вещами, в общем-то, занимается группа, но локально, вот скажем, в ДНР, ну и все-таки понимая, что мы все зависимы от внешних условий, поэтому кризис управления здесь вот в ДНР мы усматриваем в первую очередь, в связи с тем, что происходит утрата управления, так называемая, и переход на внешнее управление, то есть на манипулирование извне. В чем мы это дело можем с вами увидеть? Классически мы знаем, как по Конституции Украины, так и по Конституции Российской Федерации, единственным источником власти является народ. Так вот, народ может осуществлять свою власть непосредственно или иными способами. Как правило, у нас идут это выборы и референдумы. То есть народ сказал свое «да», избрал органы власти, недавно, вы знаете, прошли такие выборы, да, сформировались органы власти, и вот сейчас эти органы власти оказались перед ситуацией, вот той, которая есть вокруг нас, это и внешние условия, да, геополитические, и внутренние условия. Какие еще вот угрозы, не только потери управления, то есть манипулирование извне, как основная угроза, но и, возможно, социального коллапса. Беседы с жителями Новороссии говорят о том, что уже пять месяцев во многих районах не выплачивается пенсия, бюджетникам, в общем-то, не платят, происходит вымывание гривни, и, как таковые социальные обязательства, вновь созданное государство, сейчас не выполняет, по объективным причинам в том числе. Ну и по субъективному, в связи с тем, что все-таки этот вопрос касается управления. И следующая угроза, которая очень важна, и нужно понимание, это вот как раз обвал потребительского рынка. Вот сейчас рынок еще имеет некоторый запас прочности, поступает гуманитарная помощь, но вы знаете, что гуманитарная помощь, это не тот механизм, это вот как чрезвычайная, да, какая-то мера на какое-то короткое время. Но если мы говорим, что создана республика, она самостоятельная, то только на гуманитарной помощи она существовать не может. То есть должны быть какие-то другие механизмы, те, которые опробированы, известны, и те, которые используют и другие народы, и другие страны, которые прошли такие же события, которые сейчас здесь происходят. В чем причина всего вот этих вот угроз основных, которые появились-то перед ДНР? Во-первых, это утрата средств платежа, вы знаете, что производится блокада, да, финансовая, официальных властей Киева, как угодно их там можно называть, вот, хунта, незаказно пришедшие к власти. Ну, факт тот, что есть все-таки власть какая-то официальная. Так вот, полностью блокирована вся финансовая система ДНР, ну, ЛНР в том числе, если говорим в общем, то это будет о Новороссии. Следующее, падение производства, это и так всем понятно, да, в условиях войны о каком производстве мы можем с вами говорить. Вот, и разрыв хозяйственных связей, падение валово-регионального продукта, это тоже очень страшно. То есть, речь идет о том, что если не предпринимать каких-то мер экстраординарных, чрезвычайных, то через некоторое время мы с вами получим обвал продовольственного рынка, да, и вот социальный этот коллапс, если не предпринять ничего. Пока еще запас прочности есть. Мы можем говорить о неделях, не о месяцах уже речь. То есть, после Нового года мы можем столкнуться с тем, что даже если что-то и будет, но это что-то, этот товар купить будет невозможно. Поэтому здесь предусматривается вхождение в Гривнево опять в зону, в этом документе, в этой дорожной карте. И здесь так и написано, что это временная мера. Чем эта временная мера, вот как она может сработать? Вот представьте себе, есть государство, которое предприняло какие-то шаги с тем, чтобы ограничить финансово, да, часть какую-то другую этого государства. Каким образом эмиссионный центр, скажем, Украины под задачи и под требования ДНР будет выпускать деньги, ту же гривню? Ну, никто из суда не даст вообще. Вообще эти вещи нужно понимать. Если где-то, скажем, и осталась какая-то наличная масса в том же Крыму или в России, ее тоже сюда невозможно завести. Она тоже находится на балансе. То есть, кто-то ее должен списать, и кто-то должен на баланс эту массу всю денежную поставить. Поэтому и этого невозможно. В общем-то, это тоже иллюзия. Мы даже прекрасно понимаем, что если только на такие шаги пойдет Российская Федерация, то это будет хуже, чем военное, что вторжение. Если она сюда просто закачает какую-то денежную массу. То есть, эти вещи все отслеживаются мгновенно. Вы все знаете, что финансовая система как Украины, так и России, они включены в международную систему финансовую. Есть Международный банк расчетов в Базеле, в Швейцарии. Поэтому все эти вещи отслеживаются. И спрятать какие-то небольшие суммы финансов не удастся. Все равно мировое сообщество об этом узнает. Можно, конечно, привозить в сумках, можно привозить КамАЗами, но проблема это не решит. Так вот, какие задачи, исходя из тех угроз и причин, встают перед ДНР? Как для себя рабочая группа обозначила эти задачи? Первое. Это обеспечить выполнение социальных обязательств государства. То есть, если мы говорим, что вот эта территория, вновь избранная власть, является правоприемником предыдущей власти, то обязательства социальные перед народом, она должна взять на кого? В первую очередь, на себя. И выполнять эти все социальные обязательства. Здесь и выплата заработных вклад бюджетникам, да, бюджетная вся сфера. Здесь и пенсионное обеспечение, здесь и обеспечение групп незащищенных, так называемых, да, это инвалиды и прочее, прочее, прочее. То есть, все те социальные программы, которые раньше реализовывались в рамках государства Украины. Так вот, второе, это обеспечение, обеспечить товарооборот внутреннего рынка, но и внешнего. Это тоже задача, и тоже она непростая, вот при той ситуации, которая есть. Ну и третья задача, это насытить потребительский рынок, чтобы снять вот этот ажиотаж и обвал потребительского рынка. Какие меры для этого можно предпринять? Рабочая группа видит следующее. Во-первых, это создание самостоятельной финансовой системы, это самостоятельный кредитный центр, эмиссионный центр и расчетный центр. То есть, если хотите, то это центры, которых нет даже в Украине и в России. То есть, они все завязаны, вы знаете, что рубль является деривативом доллара, вся финансовая система, допустим, как России, так и Украины, подвязана на внешнюю мировую систему, она включена, так называют, Бреттенвудскую систему или Ямайскую систему, вот, если мы там новые соглашения смотрим. В эту систему сейчас Новороссию не включат, вы все понимаете почему. Не признана. Раз она не признана, то эта система отторгнет. Какой выход? Какую мы задачу можем себе поставить? Создать свою систему, которая хотя бы внутренний контур замкнет и обеспечит вот этот товарообмен внутри. То есть, будет средство, что? Обмена и платежа. Следующее. Создание, для того, чтобы решить хозяйственный вопрос, создание государственного, некоммерческого, ну, по законодательству России, допустим, казенного предприятия и зарегистрировать его, скажем, на территории Таможенного союза. То есть, как субъект хозяйствующий. При этом, активы Новороссии, как государство, поставить на баланс этого предприятия, чтобы оно ввело от лица Новороссии, будучи субъектом хозяйственным, до России, все хозяйственные операции. Чтобы мы не нарушали законодательство. Ни Российской Федерации, ни остальных. Таким путем шли очень многие страны уже. И, в общем-то, нового здесь мы ничего не изобретаем. Следующие какие меры? Это формирование и реализация программ общественно-экономического развития ДНР по целевым государственным программам. То есть, если мы такие целевые государственные программы и планирование начинаем заниматься, вот госплан, который был в Советском Союзе, если из вас кто-то знает об этом или читал, потому что, судя по возрасту, вы этого не застали, то вот как раз вот это планирование и вводить уже на уровне государства, вводить этот госплан, хотим мы там или не хотим, и вот решать все эти задачи. Какая работа проведена уже вот рабочей группой? Во-первых, подготовленный проект нормативный проект документов. Вот, проект получил поддержку в международном научном и экономическом сообществе. Мы с нашими предложениями все это дело обсуждали и в Петербурге, и в Москве, на международных площадках, на симпозиумах. Вот, больших возражений каких-то нет, и научное сообщество приняло. Все прекрасно понимают, что другого выхода, другого варианта нет, если мы только исходим с вами из Декларации о независимости ДНР. Если мы говорим, что Декларация о независимости ДНР для нас не является базовым нормативным документом, мы туда не смотрим, тогда мы начинаем придумывать временные вещи, такие как, допустим, вхождение в гривневую зону опять. Понимаете, да? То есть, есть документ, есть нормативно-правый акт, есть декларация. То есть, народ Донецкой Республики высказал свои основные принципы, сформированные в этой Декларации. Поэтому, следуя логике, надо теперь выполнять все то, что там записано. Так вот, решены также организационные финансовые вопросы реализации этого проекта. Организована группа специалистов для внедрения программного обеспечения. Вы знаете, что банковскую систему свою запустить, а та, что была, она уже не работает. Поэтому необходимо, конечно, эти вот даже технические меры решить. И проинформировано об этом проекте, в том числе и руководство Российской Федерации. То есть, мы знаем, что они знают, мы знаем, что официальных каких-то заявлений по этому поводу не будет и быть не может, потому что это вмешательство, да, уже это просто прямая поддержка ДНР, это не признанная, ЛНР в том числе. Вот, но об этих, об всех проектах они знают, в связи с тем, что это все делалось открыто, и находится все в открытом доступе, и в том же интернете. Какие результаты можно получить, если реализовать эту программу? Это вот снятие остроты социальных проблем, это ликвидация угрозы обвала потребительского рынка, это основное, что мы можем сделать, насыщение продуктами и средствами платежа, и создание хозяйственных механизмов для восстановления и расширения товарооборота, и в том числе и с Российской Федерацией. И реализация вот тех мер, которые мы предлагаем, она фактически вовлечет Новороссию в таможенное пространство, потому что это самое близкое, и если мы говорим о чрезвычайных мерах, о срочных мерах, то это вот как раз тот путь, который может быть, в общем-то, и приемлем в настоящих условиях. Так вот, фактическое вовлечение Новороссии в таможенный союз. Дальше идет привлечение инвестиций. И вот, что здесь вот с точки зрения уже апробации вот этих методов и способов, которые мы предлагаем. Если мы не будем вдаваться в глубокую там историю какую-то, возьмем хотя бы прошлый век и век нынешний, то все это дело уже прошло практически, практическую реализацию. Это вот индустриализация Советского Союза в 30-е годы, восстановление разрушенного хозяйства после Великой Отечественной войны. И эти же самые методы использовал и современный Китай. То есть вот та индустриализация, которая там сейчас была проведена, они как раз использовали все вот эти методы, которые мы, весь этот инструментарий, который мы предлагаем. Предлагаем. Какие сроки? Если будет принято политическое решение, то запуск самостоятельной финансовой системы может произойти в трехнедельный срок. А все остальное, скажем, создание корпорации развития, которое я говорил как об инструменте хозяйствования, это включение в хозяйственный оборот всех активов, которые есть на территории Новороссии, через этот хозяйствующий субъект и вовлечение его в товарооборот вот как раз на таможенной зоне. Поэтому на это понадобится, ну, как минимум три месяца. Поэтому мы говорим, чтобы снять остроту, мы предлагаем ввести расчетный знак. Вот это суррогатные деньги, так называемые. Что это такое? Из чего мы исходим? Расчетный знак – это не просто вот талон, который будет выдаваться, а будет иметь степень защищенности 9. Ведь просто так подделать его, даже с учетом возможности современной полиграфии, невозможно. Это уровень где-то защищенности банкнот. А по одной из степени защиты и выше, чем, допустим, тот же рубль или тот же доллар. Потому что используется красное ухаво вот в этой области, оно еще не применялось нигде. То есть ни одна страна этого не применяла. Поэтому мы говорим о том, что данные расчетные знаки будут защищены. Какой эквивалент? За эквивалент берем одну десятую грамма золота – это один знак. Поэтому курс к доллару будет 33 копейки вот новороссийских. Это один доллар, либо 175 рублей. Это вот на современный момент. Вот такой примерно курс. От этого, в общем-то, будем исходить. Затем всем гражданам Новороссии будет выплачена определенная сумма. В общей сложности предлагается вот 500 знаков. Ну вот если это, считайте, доллар 33 копейки, то это где-то там 1600 долларов. То есть если, мы знаем, в Германии, да, после войны для старта выдавали по 40 марок, то вот мы эту планку подняли для того, чтобы, в общем-то, оживить хозяйство и обеспечить полностью у нас этот рынок средствами обмена с тем, чтобы не было вот коллапса на рынке. Вот такие сроки. Вот если коротко, чем занимается рабочая группа, что удалось сделать, мы сейчас наше предложение, вот сформировано на сегодняшний день, я вам доложил по состоянию на 5 декабря 2014 года. Вопрос, позвольте? Да. Валюта, о которой вы говорите, расчетный знак, в первую очередь должна быть чем-то подкреплена. В данном случае вы говорите золото, ну ее ценность. Ценность для стран-импортеров, которые будут сюда привезти товары. Во-первых, о каком золоте вы говорите? Донбасс не имеет золотых запасов, как таковы, ни в недрах земли, ни каких-то золотовалютных стоплений. И вот, и как, вот где брать золото, на котором вы говорите? Иначе это просто будет бумагой для всех остальных стран. Ну давайте, давайте мы, все-таки я об этом не сказал, это вы уже сказали на ходу. Я не говорил, что оно будет обеспечиваться золотом. Я говорю, мы берем эквивалент. Вот смотрите, что такое слово эквивалент. Мы говорим, что на данный момент для того, чтобы запустить расчетный знак, мы привязываемся к чему-то, как к мере стоимости. Мы говорим, что мы берем меру стоимости золота на сегодняшний день и говорим, что это будет примерно, не примерно, а 0,1 грамма. Поэтому обеспечиваться этот расчетный знак ничем не будет. Точно так же, как... А? Фильтинограмм. Хорошо, я сейчас достаю вот, скажем, из кармана. Рубль, да? Рубль, да? А чем обеспечен рубль? Ну, в России золотовалютный... Нет, без дну. Никаких золотовалютных... Не выдумывайте. Вы, если прочитаете внимательно закон о Центральном банке, то вы поймете, что банкнота России, да, это дериватив от доллара. Все золотовалютные запасы где хранят, 70%? На Уолл-стрит. Поэтому у России их нет, она никогда не сможет взять. Потому что, как правило, это лонг-обязательство, длинные, так называемые, до 30 лет. Даже если Россия захочет их взять, она не возьмет. Более того, если вы посмотрите вот на эту банкноту, да, то что здесь написано? Вот я у всех спрашиваю, кто-нибудь читал, что здесь написано? Билет Банка России. Да, что еще? Больше ничего, так или нет? Что это? Это даже не вексель. Это даже не вексель. Даже непростая форма векселя. Если мы с вами вернемся к тем расчетным знаком, которые были, скажем, в Советском Союзе, вот берем один рубль, у меня есть, специально с собой нашу эти вещи. Вот. И вот говорим, что у нас есть государственный казначейский билет. Видно, да? То есть написано, что он обеспечивает всем застоянием Союза СССР, обязательный прием на все территории по нарицательной стоимости. Так или нет? Тут есть обеспечение, потому что это вексель. А вот это не вексель. Это даже не... Она называется банкнота. Это не деньги. Поэтому вы говорите о функции денег. Вот это не имеет функции денег. Это долговая банковская расписка Центрального банка России. Больше ничего. А вот если вы берете другой билет, допустим, то билет Государственного банка СССР, 10 рублей. Вот он обеспечивается золотом. Мы говорим, что вот это сейчас ничем не обеспечит, точно так же, как и доллар. Теперь вопрос. А почему расчетный знак Новороссии должен чем-то обеспечиваться? Если мировая финансовая система не предполагает этих механизмов. Не предполагает. Рубль печатается, чтобы вы знали, эмиссия производится. Эмиссионных центров в России нет. Рубль печатается по количеству долларов, которые что? Россия за проданные ресурсы получила. Поэтому насыщение сейчас рубля по отношению к необходимой монетизации российской экономики всего 40%. Россия не имеет права печатать рубли. Поэтому Новороссия не может как идти в грублевую зону, так и не может идти в гривневую зону, потому что гривня – это то же самое, что и рубль. Только если рубль – это дивератив второго порядка, то гривня – это, мягко говоря, через месяц будет стоять вопрос. Вообще, что это такое? Что это за банкнота и что с ней делать? Поэтому движение в эту сторону, которое предлагается сейчас с другой стороны, другой рабочей группой, одной из башен Кремля, я вам только что озвучил, показал документ, вот они как раз предполагают то, чтобы привязать вот к той системе. Но если Новороссия не признана и система не признает, вы знаете, что управление в основном идет через финансы. Поэтому эквивалент берем, никакого обеспечения. И тем более золото. Чем будет насыщаться? Количество эмиссии, расчетных знаков, будет равно как раз произведенным работам, товарам и услуг в Новороссии. Понимаете? Будет считаться так, как классика. Как классика. Как, кто сказал? Здесь есть ресурсы достаточно большие. Вы знаете, что в Донецкой области это 13% от ВВП Украины. 13%. Поэтому берете весь бюджет, всю, скажем, денежную массу Украины, берете от нее 13%. Это вот как раз вот тот необходимый минимум, который нужен для того, чтобы обеспечить товарооборот. Как внутренний, скажем так, и внешний. Внешний товарооборот. Мы закрываем, во-первых, внутреннее пространство денежными этими знаками. Тут обеспечивает товарообмен. А внешним занимается как раз вот так государственная корпорация развития, о которой шла речь. Это будет казенная, государственная, неприбыльная организация. Неприбыльная. Там прибыли не должно быть ни в коем случае. И она берет в управление все активы Новороссии, все ставит себе на баланс и привлекает и инвесторов, и ресурсы, и занимается фондированием. То есть, начиная вот от угля, который можно здесь взять, да, вывезти куда-то, его там продать, и ввезением сюда, скажем, каких-то вещей критического импорта. Допустим, медикаменты какие-то не производятся на территории Новороссии, так? Их надо же за что-то покупать. Поэтому нужно что-то, как мультики, помните, да? Чтобы что-то купить, надо что-то сначала продать. Поэтому вот нам нужно сначала что-то продать, вот, а потом что-то возьмем. При этом вот тот механизм, который предлагается, здесь в очереди будут стоять фонды, то есть фондодатели. Позвольте еще один вопрос поговорить о том, чтобы что-то продать, а чтобы что-то продать, нашу республику хотя бы кто-то должен признать, чтобы мы могли продавать это, для того, чтобы осуществлять торговые какие-то операции? Не обязательно. А кто? Не обязательно. Вот кто может на сегодняшний день купить уголь в непризнанной республике? Могут все купить, если мы говорим с вами, что мы создаем хозяйствующий субъект на территории Таможенного союза. И ему передаем, попробуйте просто услышать. Хозяйствующий субъект, он зарегистрирован на территории России. Собственник его Новороссии. И он, как хозяйствующий субъект, вписанный в законодательство Таможенного союза, обеспечит товарообмен внешний. Понимаете, да? Поэтому, да, сейчас что-то вывести, конечно, проблема. Я понимаю, о чем вы говорите. Мы, скажем, здесь загрузили уголь на те же вагоны, да, подвозим к государственной границе России. Выходит у нас там мытарь, да, по-русски это таможенник. Тот, что мытарит, и говорит, а я хочу увидеть сертификат происхождения. А какая страна и кто? Где будем брать? У Киева, просите, у Украины? Вопрос, да. То есть есть и здесь вот вещи, которые тоже можно даже в рамках действующего законодательства обойти. Но для этого мы должны понимать, что если мы здесь создадим этот хозяйство, вот здесь, тогда мы с вами ничего не сделаем там. А если мы его там, в том юридическом поле создаем, то он действует по тем нормам и правилам, которые там установлены. Вот тогда мы можем легализовать каким-то образом даже продукцию, которая произведена здесь, и обеспечить это все. Эти вещи, вот смотрите, сколько сейчас существует там непризнанных государств. Ну, тоже Приднестровье. А? Целый союз непризнанных республик. Ну, вот о чем мы с вами. То есть, ну как-то живут. Вот и мы говорим, давай, давай, ну, я бы не сказал, что они там существуют. Во всяком случае, хотя бы не воюют, да. Тоже Приднестровье возьмите, тоже Северный Кипр, там они знают, что такое война. Вот, и остальные. Поэтому механизмы есть. Я говорю, изобретать, в общем-то, ничего не надо. Нужно просто посмотреть, какой опыт имело человечество, вот хотя бы в ближайшие там сто лет, и те народы, которые попадали в ситуации подобные. Мы говорим, что по образу и подобию, да. Но если по образу, мы не можем взять кальку там и откуда-то перенестись туда слепо. Но подобное что-то можно здесь сделать. Внедрение механизма находится на стадии принятия политического решения. Будет только дана отмашка. Я вам сказал, что через три недели уже будут здесь расчетные знаки, и они будут уже розданы людям, и уже товарообмен пойдет. Скажите, а если они будут, значит, они уже, то есть, какие-то макеты есть? Конечно, конечно. В интернете есть, можете посмотреть. Мы уже выкладывали, все в открытом доступе, да. Это они есть? Есть, да, это они есть. То есть, в принципе, сейчас еще ничего официального? Первыми это вот Live News, их увидели журналисты. Мы когда с макетами, ну вернее, с образцами пересекали границу, выходил гуманитарный конвой, очередной, российский. Вот Live News, это первые, кто увидели, скажем, эти расчетные знаки журналисты. Поэтому первую информацию они дали. То есть, в принципе, все станет, так сказать, на официальной рельсе только после чьей-то отмашки? Отмашки, да. То есть, будет принято политическое решение, рабочая группа, скажем, все, что от нас требовалось, мы отработали, все сделали. Если нужна, скажем, наша помощь по обучению управленческого, скажем, персонала, по обучению администраторов, по обучению, да вообще всех слоев, то есть, начиная вот с самых низов. То есть, мы готовы, в общем-то, это. Если, скажем, будет, ну, совсем тяжело и даже администрировать и управлять некому, то мы эти вещи можем потянуть. Все подготовлено, получается, только отмашка нужна, да. Будет принято политическое решение, через три недели вопрос, скажем, насыщения рынка, товарообороты будут снят уже. Балу того, и пенсии будут выплачиваться, и все остальное. Сергей Александрович, господин, ты полагает национализацию средств производства. Как ваша рабочая группа решает этот вопрос? Да, есть несколько вариантов. То есть, самые экзотические и радикальные, будем так говорить, да, это, безусловно, и безоплатная приватизация всего, что находится на территории Новороссии. Ну, мы об этом... Средизация, да? Да, ну, деприватизация, деприватизация. Ну, мы-то понимаем, чья это собственность. Все заводы строились, вы знаете, что во время Советского Союза здесь что-то новое есть, то есть, но по этому пути идти нежелательно почему? Потому что есть реалии, да, мы от них все равно не откажемся, от этих реалий никак. И деваться нам в общество некогда. Но какая сейчас ситуация? Есть предприятия, которые просто остановились. Вот мы с вами имеем какой-то хозяйствующий субъект, объект, да. Мы приходим, вот, и назначаем аудит, и говорим, он стоит, условно, да, там, 100 новороссийских расчетных знаков. Говорим собственнику, для того, чтобы этот объект запустить, сюда нужны инвестиции такие-то, такие-то, бизнес-план, да, расчет сил и средств, что необходимо, чтобы запустить. Он говорит, вы знаете, вот при той ситуации, которая там сложилась, вы как-то там, ну, вопросов нет, мы уберем в оперативное управление этот завод. И передаем вот этому хозяйствующему субъекту, о котором я вам сказал, в управление. Поэтому, если там необходимы какие-то станки, мы их туда завозим, их дадут. Товарные кредиты под гарантией государства, вы знаете, затоварено все. И даже с Западной Европой все это пойдет. Только дай отмашку. Не говоря, я не говорю о Турции, о Китае. Тут только откройте ворота, завалят всем, чем хотите. Поэтому переоценку делаем. Потом делаем модернизацию. Ну, условно говоря, стоил он там 100 расчетных единиц Новороссии, станет стоить миллион расчетных единиц. То есть, процент собственника там, вот этих 100 будет. А все, что Новороссия вложила, все, что хозяйствующий субъект будет наработан, вот так вот. То есть, и такой путь возможен. Вот он наиболее, скажем, приемлемый. Если где-то, допустим, что-то работает или как-то, да, чтобы не разрушать хозяйственных связей, мы все равно методом фондирования, да, включаем все равно все это в общую систему Новороссии. Сейчас здесь чрезвычайные нужно меры предпринимать, именно военного характера, мобилизационные, так называемые. Поэтому там даже, где вот еще сейчас все работает, но по каким-то причинам налоги платятся в Украину, да, не идут. Люди заработную плату там получают, как в государственных чемоданах это все приводит, все есть, вы об этом тоже знаете. Поэтому эти вещи тоже недопустимы. Мы говорим о том, что если только народ ДНР сказал о том, что будет самостоятельное государство, самостоятельность предполагает, что налоги, так или нет, собирать. Если налоги мы не собираем, то тогда мы не должны заикаться о какой-то государственности, либо о державности. А для того, чтобы, скажем, не зависеть от внешних факторов, от кредитных, эмиссионных центров каких-то там зарубежных, вот предлагается как раз здесь создать и свой кредитный центр, и эмиссионный центр, и расчетный центр. Ну, если хотите, вторая ФРС. Вот, Федеральная резервная система Новороссии будет. В пику Федеральной резервной системы Соединенных Штатов. А какие у меня будут перспективы развития? Самые радужные. То есть, во-первых, принципы мы туда закладываем. Это беспроцентное кредитование, кредитование социальных проектов вообще по минусовому кредиту. То есть, никакого расставщичества, никакой лихвы. То есть, банковская система будет работать примерно на тех же условиях, что, допустим, работает банковская система вот некоторых исламских государств. То есть, берем исламский банкинг, да, у них же там нет процентов. То же самое здесь. Вот представьте себе, вы живете, скажем, в Ростовской области, идете бизнес, для того, чтобы вам что-то там начать, нужно откредитоваться там минимум под 20%. Ну, если найдете там поменьше. Ну, никто же вам 3% не даст, как в Германии, так или нет? А мы говорим, вообще ноль. Куда пойдут за кредитами? А подпираться все это будет как раз вот всем хозяйством Новороссии. Не только недрами, не только, скажем, землей, но интеллектом, людьми и так далее. То есть, мы берем все ресурсы. Какая основная задача? Максимальное вовлечение всех ресурсов в хозяйственный оборот. Всех, без исключения. Здесь и земля, здесь и недра, здесь и заводы, здесь и интеллект, и авторские права. Полностью все. Вот все, что мы здесь можем собрать, да, отфондироваться, фонды. Вот мы должны все это дело скооперировать, все это дело объединить. Тогда это даст вот как раз результат. Что на выходе, там далеко мы видим? Создание здесь, в Новороссии, новой модели мироустройства, перехода на новый экономический уклад, тот, который будет привлекательен для всего человечества. Не говоря уже о славянском мире. Поэтому запускается этот проект. Понятно, что в ближайшие области они сами, ввиду привлекательности экономической, сюда попросятся. Потом и Россия может попроситься, и Белоруссия может попроситься, и все остальные. То есть вот сейчас есть возможность создать. Сейчас таких три центра. Вы все знаете, они на слуху, и в открытом доступе они есть. Есть Гонконг, да, в котором готовится подобный проект. Есть Соединенные Штаты, один из штатов, где готовится подобный проект. И вот есть Новороссия, где тоже можно этот проект реализовать. Мы тоже об этом говорим, и никто этого не скрывает. Мало того, все, кто занимается управлением на глобальном уровне, понимают эти вещи. Что реализация этого проекта, миропорядка будущего, вот сейчас при принятии здесь политического решения, наиболее целесообразна. И вот здесь созданы самые лучшие условия для этого. То есть это штаммы оттуда? Оттуда, да. Знают эти даже все. Мы последние, вот я последнее время встречался и с масонами, и с иллюминатами, и все выходят. Вот как только вы выходите на этот уровень управления, то начинают все выходить вот из-за кулис, которые управляют и Обамами, и всеми остальными президентами. И они прекрасно понимают, что мы делаем. Прекрасно понимают. Прекрасно понимают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова